В России 12 объектов, отнесенных ЮНЕСКО к природному наследию. До 6 объектов можно доехать на машине. До Ленских столбов в Якутии надо плыть на теплоходе. На остров Рангеля на ледоколе. К 4 объектам надо лететь на вертолете. Это плато Монпупунир на Урале, дальние вулканы Камчатки 14 августа мы летим на Толбачек, смотреть Мертвый лес и другие последствия издержания, гора Белуха на Алтае. Приглашаем на экскурсию 17 июня. И плато Путорана летим 20 июля. В Норильск автомобильной дороги нет, только самолет или 4 дня на теплоходе из Красноярска. Далее 150 километров болот, лес и рек. И это тундра за полярным кругом. Плато Путорана – это мировая достопримечательность. Цена полетного часа Норильск Авиа повышается в среднем на 35% в год. Вы увидите три водопада России. Самый высокий – Тальниковый, 700 метров. Самый мощный – Курейский. И уникальный водопад Два Брата. Это самый недорогой полет на плато. Наш проект некоммерческий. И мы просто делим счет Норильск Авиа на 20 туристов. Никаких наценок турагентств от 20 до 50% нет. Ни одно турагентство даже со своими наценками полета на Ми-8 не предлагает. Это слишком сложно и проблемно. Много рисков. И главный риск – погода. Но жить в Норильске и не увидеть ландшафты и водопады плато Путорана – такого не объяснишь ни на Материке, ни внукам. Продолжение следует...